Михаил Зощенко. Почетный гражданин. Говорят, что буржуям живется худо. Вздор. Ерунда. Отлично живется. Я, по правде сказать, и сам раньше сомневался относительно их нехорошей жизни. Но спасибо, один знакомый управдом рассеял мои сомнения. Дом у нас немаленький. Начал управдом. На три улицы выходит. Население людей в нем плотнеющее. Сто квартир. Из них семьсот зельцов. Двести тридцать детей. Кроме того, много домашних животных. Косок, например, собак и курей. Козы тоже есть. Сорок три козы. А несмотря на это, дом у нас. Узасно какой бедный и недоходный. Все как на грех зовет в доме мелкий зелец. Некрупный в смысле денег. Рабочие, сказом, слузы сие и безработные. А большой ли с них доход? Доход такой, что не только какой-нибудь ремонт. И водопроводного крантика не потянуть. И какая, глядите, полная несправедливость наблюдается. В одном доме хороших зельцов, бурзуев, очень множество напихано. А в нашем доме чисто. Всего-навсего единственный один почетный квартирант. Торговец Василий Васильевич Кучкин. На нем, голубчики, только и дом дерзаться. А он, сельма, Василий Васильевич, премного это чувствует. Я, говорит вас, чертей, пою и кормлю. Ну, а мы действительно оберегаем его, голубчика. Дысать на него боимся. Дворнику Игнату я велел прямо-таки во фронт становиться. Ручки по свам велел ему брать, когда, например, Василь Васильевич по двору проходит. А коски тоже ему через неделю моем. Безработную по денсицу нанимаем. Все боимся. Как бы он единственный бурзуй нас, Василь Васильевич Кучкин не рассердился на нас и не съехал бы с квартиры. Бывала я самолично на чищу медную ручку на парадной двери. А он, Василь Васильевич, все заморсит, литика. Что, говорит, ручка да ручка? Что, говорит, ручек столь я не видел? Я, говорит, единственный бурзуй в васом доме. А вы ручка. Ванну, говорит, мне становите. Ладно, поставили ему ванну. А он, голубчик, все будто скутный ходит. Ручки назади держит и носик морсит. Как увижу я его в такой позе, сердце зайдется. Не надумал бы чего. Чего вы, спрашиваю, Василь Васильевич, вас и степенство столь грустные ходите и ручки позади себя держите? Все, говорю, хорошо и прекрасно. Ванну вам поставили. Дворник Игнат уважение вам оказывает. Чем, говорю, недовольны? А он, голубчик, печальным тоном отвечает. Что вы, говорит, мне в нос в ванну тычете? Плевать, говорит, я хотел на вас в ванну. Меня, говорит, налоги третируют. И вообще, говорит, недоволен я государственной политикой. Вот, говорит, съеду от вас, поплачете. Патюска, говорю, Василь Васильевич, побойся Бога. Не иначе, говорю, как это финансовый инспектор третирует. За стос, говорю, дому-то страдать. А он руками махает и все стращает. Дескать, съеду. Но все же не съехал. Зовет и по сейчас. И даже на соуважение принимает. А зовет он у нас больше года. За это время я ужасно как похудел и осунулся. Зелтизна у меня даже разлилась. Зелть. Меня зельцы даже узнавать перестали. А которые узнают, те еще издеваются. Зачем, дескать, такое уважение мелкой домашней бурзуазии оказываю? А как же не оказывать? Как же его голубчика не береть? А вдруг он, тьфу-тьфу, заболеет? Он и то однажды заболел. Сегодня еще был здоров. А тут случилась погода мокрая. А он, Василь Васильевич, без голосок был, высадцы. Я, конечно, сразу дворника Игната послал с голосками. А Василь Васильевич заортачился. Пустяки, говорит, не гораст мокро. Пустяки пустяками, а дом страдай. Заболел нас Василь Васильевич и слег. Но переполох был в доме. Врача вызвали. После консилиум. А он, голубчик нас, бурзу единственный, при сильном заре и при расстройстве всего организма капризничает. Помру, говорит. Замучили вы меня, чертьте. Пусть чай весь дом пропадает и русится. Но помереть ему не удалось. Отстояли. Поставили его на ноги. А теперь желаем его на Черноморское побережье отправить. Для полного поправления здоровья. А то он, голубчик, еще кослет. И носик у него залозан. Только бы согласился. 1924 год.